Любовь и Дмитрий Белицкий, и их сын Илья, как всегда, вместе пьют чай на кухне. Они уже знают, что стали призерами Всероссийского семейного конкурса. Вспоминают, как встретились. Все произошло стремительно. Они познакомились шесть лет назад и в том же 2013 году поженились. А уже на следующей их небольшая семья выросла на одного человечка. Родился Илюша. На конкурс они прислали рассказ о своих семейных традициях и ценностях. Дело в том, что они потомственные железнодорожники и гордятся этим. Отец супруга был помощником машиниста. Его дедушка и бабушка также работали на железной дороге. И примечательно, что и в моей семье были железнодорожники. Так мой прадед был помощником машиниста. И мой прапрадед был почетным железнодорожником. Любовь Белицкая всегда мечтала о большой и дружной семье. Такой, в которой воспитывалась она сама. И у них все впереди. Пока единственного сына они воспитывают в традиционных семейных ценностях. Прививают любовь к труду и родине. Дмитрий Белицкий признается, что ему очень повезло со второй половинкой. Мне очень повезло с супругой. Она у меня талантливая, одаренная. И подарила мне замечательного сына Илью. Ну и я рад, что судьба нас встретила вместе. И что мы с ней вместе. И у нас такая семья. У Белицких много фотографий, на которых запечатлена история их семьи. Вот Дмитрий встречает жену с сыном из роддома. И впервые видит своего наследника. Вот маленький Илья в кабине машиниста. Их прогулки, отдых и праздники. Много фотографий из Парада Победы. В конце октября Белицкие собираются ехать в Москву. 30 числа там пройдет торжественная церемония награждения победителей конкурса. И они смогут вписать еще одну страничку в историю своей семьи. А также она будет внесена в национальную книгу-летопись, которую издадут по итогам конкурса. Евгения Кострица, Народные новости, Розаевский район.